нас очередной чиновник немножечко поехал кукухой глава новокузнецка сергей кузнецов анонсировал новый метод борьбы с безбилетниками так называемые зайчи катафалки неоплачивающих проезд мэр назвал животными и сказал что их будут грузить в черные газели для разборок я предлагаю собственно посмотреть он это все анонсировал прямо на телевидении в прямом эфире утром с гордостью рассказывал вот во всех подробностях как это все будет происходить давайте посмотрим сейчас мы начинаем новую охоту за зайцами новую рубрику зайцы во-первых начиная с пятницы по городу будет хоть ходить зайчик катафалк это газель она будет черная с красными полосками там будут нарисованы заячьи уши это газель будет подъезжать к местам где стоят проверяющие проверяющие останавливает автобус и все те кто не заплатил за проезд будет захотеть в зайчик катафалк с ними будут разбираться там но на улице же холодно дождь идет но и надо уважительно относиться к животным вернее к зайцам надо с ними в тепле разбираться протоколы составлять а те кто будут противиться тех будут доставлять до полиции а вот либо вызывать полицию по телефону либо по тревожной кнопке если будут какие-то случаи противостояния том числе физического вот это начнет работу с пятницы эта машина будет ходить по всему городу и представлять собой некую угрозу для заячьей жизни дальше сегодняшнего дня все администрации учреждения города будут просто выходить в определенное время она буквально не согласовывается она может быть такое как сказать наугад и сами будут ездить на автобусах и смотреть как проходит оплата за проезд потому что для себя я открыл такую вещь я ехал на двадцать третьем автобусе проезжая мимо себе у я увидел как девочки зайдя в автобус просто сели и сделали вид что оплатили когда мы у них спросили вы оплатили не сказали дома платили но взяв у них транспортную карту или там банковскую карту мы увидели что они не оплатили поэтому молодежь не платит вообще значит некоторые мужчины они же не мужчины тоже не платят вот и плюс сейчас мы начинаем новую рубрику озвучивать фамилия зайцев на каждый день у меня будет у меня уже лежит на столе список и полное указание дата фамилия имя отчество и место где он работает но этого человека зайца мы берем значит и отправляем его фамилию имя отчество все его данные директору предприятия чтобы директор сам с ним разбирался да ну слушай но помимо всего прочего это же еще 15 числа произошло и нас вот даже подписчик обращать на это внимание что просил озвучить эту тему но разразился как бы ну естественно скандал на этот счет все начали пишу как мэр называет животными а он не успокоился и начал показывать как действительности выглядит вот этот катафалк зайчий что будет происходить да что что можно ответить мэру на такие чудесные значит инициативу слушайте унижение чести и достоинства закреплено запрет на и ответственность за это деяние закреплено в конституции в том числе федеральным законом кодексами уголовными административными унижение чести и достоинства по социальному признаку это уголовное преступление и да наверное это должно порицаться да это нужно как-то в воспитательных целях создавать этом негативный образ но у всего же должны быть границы и пределы смысле животное то есть если гражданин забыл или не захотел или не имеет возможности оплатить этот проезд его не надо считать за человека его нужно считать за животное это говорит градоначальник мэр когда люди возмущаются от обращения там лица работников паспортного стола или каких-то сотрудников там муниципальной власти кого-то не устраивают там отношения в тех или иных государственных структурах а с чего оно будет нормально если мэр руководитель огромного количества этих государственных служащих сам дает такой посыл и организует этот государственный заказ он говорит о том что ребят если я не уважаю идите смелее грубите хамите оскорбляйте людей очевидно что это должно быть не просто я не знаю личное какое-то извинение и сложение себя полномочий это должна быть реакция правоохранительных органов и она не должна сопровождаться там не обязательно да ждать заявлений каких-то правоохранения там граждан недовольных которые возмутило это обращение унижение их чести достоинства это должно быть самостоятельная реакция потому что правоохранительные структуры должны и обязаны мониторить средства массовой информации в первую очередь конечно же телевидение государственные сми да и они там прокуратура в частности должна по этому поводу возбудиться и организовать проверку результатом этой проверки будет привлечение к ответственности этого негодяя этого подонка но если вдруг гипотетически прокуратура этого не увидела слишком много дел у вас там бороться с оппозицией так далее пусть наше сегодняшнее видео наша трансляция будет официальным обращением в генеральную прокуратуру российской федерации я знаю что смотрит не только из генеральной прокуратуры да мы требуем привлечь этого подонка к ответственности этот человек нарушает закон а в данном случае используя государственные средства массовой информации это усугубляющий отягчающий фактор который накладывает дополнительную ответственность безусловно такие люди не должны находиться во власти такие люди должны в лучшем случае просто не в лучшем такие люди должны быть оштрафованы а в лучшем случае должны понести более суровое наказание потому что это сигнал для большого неопределенного круга служителей народа которые будут еще неуважительнее относиться к тем кому они обязаны служить но слушайте катафалк это на что намек на что о чем говорит мэр о том что эти люди я не за не должны жить что как какое здесь сравнение идет с животными понятно он это сказал в цвет а что касается катафалка но слушайте власть сама создала условия при котором люди вынуждены идти до на это на это действие но согласитесь если бы зарплата в городе новокузнецкий была там 300 тысяч рублей не у мэра средняя и подчиненного где средняя температура там по больнице приблизительно нормально сложили зарплаты разделили две части и так вот если поровну то все все ништяк хороший хороший доход да а реально медианная зарплата которую большинства населения была бы там несколько сот тысяч рублей неужели вы думаете что гражданин бы шел на правонарушение и экономил бы там вы пожалел бы там 30 рублей сколько много в новокузнецке стоит проезд в общественном транспорте 40 рублей на то чтобы доехать до мест да нет конечно сегодня люди считают каждую копейку сегодня люди пытаются не знаю там как-то там на всем сэкономить и их нужда на это толкает во многом а если гражданин живет в достатке если гражданин ни в чем не нуждается конечно у него будет культура и там общественная какая-то обязанность да будет на более высоком уровне а власти забирают у людей работу забирают у людей достойный доход потом говорит а как же как же так почему же у нас люди такие безответственные как же нам это изменить нужно власть отправить в отставку легальным законным методом и сразу моментально появится шанс все это поменять и в случае если там промышленность экономика новокузнецка будет работать не на их элиту она каждого гражданина то в этом случае и оплатить общественный транспорт каждый сможет без проблем а если пересмотреть тариф общественного транспорта я вас уверяю это вообще будет абсолютно всем по карману и для людей это будет что некий символизм понимаете некая такая ну просто пункт да для каких-то что это человек ответственный да что он обязательный и что он заслуживает дополнительного уважения но начать все нужно с устранения причины а устранение причины вот выступает по местному телевидению одна из ступенек а над ним такой же губернатор а над ним такие же министры а над ним федеральное правительство и в целом до самого верха а